Привет из Вологды Вам привет Привет брат мой Тебе привет Так Здесь жуткая погода, кошки не всходят Что же делать Ждать, что делать Боюсь, как бы не придется еще вот встать Вот Но не всходят они не из-за жуткой погоды Единственное, что жуткая погода Понятие широкое В засуху хуже всего всходят Хуже всего в засуху А когда дожди Ну когда вовремя дожди Прошлась весна Дождя не было Не дождетесь А что вам ждать Ждать, если из-за засухи поливать После похолодания Обещают 38 Да Да 38 Как этого не хватало Так Так, Алексей Виноградов Алексей Я ваше письмо увидел Сегодня увидел Я полюбовался на ваши черешни Которые заплодоносили И на ваши абрикосы Тоже заплодоносили Вот Поздравляю Че я скажу Мы с вами это Можно сказать Первопроходцы Вы один из первых Кто поверил мне А потом Взял и пошел И нашел у себя В своем краю Много великолепных Реаритетных деревьев Если бы еще могли бы так Сделать некое Жалко науке Это не надо Никогда не поверю Что в Сызрани Или в целом Во всей области Да Кто-то бы этим занимался Подходит себе к дереву Как вы подходили к деревам Которым 40 лет 50 лет На нем табличка висит А на табличке написано Дерево раритетное Дерево уникальное Находится под защитой ЮНЕСКО ООН Вот если хозяин Спирит 10 лет Ему гарантировано А за то что он В его саду растет Раритетное дерево То хозяину полагается Некоторая доплата Чтобы он Сохранял И не подходил к нему Пока не будет изучена Наука Так а с этого дерева Не будут взяты Плоды Черенки Вот А такие деревья Алексей Виноградов Нашел А кто про это знает Столетнюю грушу Присылали фотографию А ее уже спилили И держалась на кусочке Кары Столетняя Такая И вот так вот В щели И что мне Спрашивают Меня советуют Ну что мне делать Как спасти Скобами Скобами Скрепили Вверх Вверх Вниз А там Вот такая Насколько С нее Все Такая щель Вместе Пропила Ужас И вот Однажды Окажется Что в Сызрани Спилили одно Может быть Засохнет Другое дерево Если на нем Не дай бог Ухаживают Вот А мы с И всем Виноградом Два дурака Все Думаем О этом Вспоминаем Ищем Чего-то Вот И все это Никому не надо Так 38 Ну у нас Когда-то 38 Было нормально В Сибири Знаете Дикая До того Как Енисей Перекрыли Дичайшая Жара Невыносимейшая А ночью Холодно Это был Абсолютно Резко Континентальный Тот самый Кривот Енисей Замерзающий Немножко Снизил Крайности Дикую жару Немножко Снизил И Это самое И морозы Немножко Снизил Вот Ну и По многому Дверя этому У нас Свело Дачное Судоводство Ну таких ГЭСов Много Под Красноярском Я ходил По Этому Самому По Демногорску Да Это город Этих Строителей ГЭСов Я спрашивал Вот бывает Минус 40 Нет Когда десятый Часто сказал Не бывает Минус 40 Я поверил Ну что Не растить 500 Кэсов На север А с 40 ГЭСов Морозов Нет Это касается Братского ГЭС И еще Десяткого ГЭС Помельче Так Где могут Расти деревья Вологда Тоже Холодно Ну что Вы хотите Вологодский Абрикос Куда Дели Угробили Угробили Вот А эти Абрикосы В принципе Они не боятся Морозов Ночью до Нуля Косточки Тоже Плохо Прокрылось Несколько Ну и Съели Муравьи Да Мы вас Слышим Отлично Залезногорск А вообще Вот именно Север Красноярского Края Ну не Самый крайний Север Ну по отношению Ко мне 300 400 500 Которых На север Канск Ачинск Железногорск Сам Красноярск Вот Я просто Поражаюсь В этом году Жарче У меня Что-то Случилось В природе Здравствуйте Садоводы Белгородская Это не Сибирь Всего Прислось От интереса Да В этом Фразе Кроется Такая Под это Под 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 Подсчета Вот Это не Сибирь Всего Плюс 8 Вот У нас раньше Бывало в Сибири Жарче чем в Европе Поэтому у нас И это самое Ну короткое лето Вот жара Она Об этом Как-то плохо Объясняется Это еще в школе Должно быть Наше жаркое лето Сибирское Помогало Очень быстро Деревьям Созреть Дозреть И до зимы Успеть Уснуть Пусть короче То есть месяцем Позже начинается Месяцем раньше Заканчивается лето Но все таки Именно жара нам Помогало А возьмем Это же самое Там где допустим Белая область Вдруг в этом году Холодно Или там Костромская Или это Рядом там с ними Упоминали Еще одну область Вот Получается так что Лето холодное Лето дождливое И черт из 2 вырастешь Так Не подходите Вот именно С такой целью Что там Оставлю Один самый лучший Вот пока Все три Еще неизвестно Что будет Через калет А вот потом Через калет Тогда и ломать Себе голову Помните я говорил Берете канат Толщиной Вот с эту вот руку А дерево Вот такое 5 метров Вот так вот канатом Обмотайте Чтобы Не распорзлось И не разломалось Потом Это на крайней суще Это бывает Вот смотрите Обычное явление На этом этапе Никаких ран Первый год Второй год Третий год Никаких ран Надо будет Возьмите их Это Первый этап Никаких ран Сразу Начинается Это Моростойкость Уже не та И грибы Полезли Ой Ниту съела Так Тем более Скоро власти Тем более Каждый год 40 градусов Всем привет Скорость Вишни 0% Слива 70 Абрикос 95 И так Третий Ёлка У меня никогда Не было проблем Со схожестью Вишни Каждый год Я их выбрасывал Банки Полбанки Продам Полбанки Потом Помните Фотографию Вот так Вот раз А там Вот такие Вот эти Корни Все Корнек Перепутал Я никогда Не считал Что я Что-то Неправильно Делаю Вот Ну В таких Случа Я говорю Две корзины Сельцами Три корзины Сельцами Раз Вручить Надо Четыре Корзины Сельцами Чуть Разное Это Самое Время Закладки Чуть Разное Время Не Время А Влажность Ну Как Иначе Год За годом Теряйте За вишни Даже Обидно Тем Более Что Уже Михаил Швинин Старый Уже 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 Как Б Ветеран Уже Не Новичок Даже Обидно Читаю Сообщение Думаю Тюмени Черенки Парфив Рост Где-то Из Косочек Уже Саженцы Растут А Вологде Еще Листья На Плодовых Деряях Не Распустились Да Вот Сейчас Вологде Не Распустились Листья Не Вы Шутите Что Ли Не То Что Прививки Или Косточки В наше Короткое Время Ничего Не Успевать Даже До Осени Вырасти Третий Год Без Косточки В прошлом Году В 52 Вишни Выросла Марина Марина Не Не На Кого Это Самая Я Всегда Говорю Берите Больше Садите Больше Берите Больше Кидайте Дальше Вот Надо Разные Пробовать Разные Условия Большинство Я не говорю Именно Про вас Мне Обиднее Всего Когда Человек Не Получается Потом Я же Выслал 10 Роликов А Они Под Каждый Этот Для Калининграда Одно Для Примария Другое Для Урала Третье То Чтобы Общаясь Людьми Рассказывают Свой опыт Чужой опыт Потом Никто Не Открывал Ни Одного Фильма Осадил Как Стал Нужно Но 50 Костик Можно 5 По 10 Разделить И 5 Вариантов Попробовать Не Знаю Так Такого Холодного Мая Ну Ну Так Вот Смотрите Что Получается Вы пишите Такого Холодного Мая Я Не Помню А Я Такой Жарко Апреля Марта Мая Не Помню У меня Жарко Жара Стоит Мы тут Подыхаем Буквально Буквально В смысле Единственное Что Еще Подыхаем Приходит Я Никогда В жизни Не Поливал В прошлом В прошлом Году Вообще Ни Раз В этом Году Саженцы Вынуждены Полить Ничего Не Могу Куда Подех Подохнут Я их Только Привил И Посадил Раньше Этого Не Делал Растет Себе Растет Вырастет Вырастет И Получается У меня Я не Упомню Такой Жарко А вы Не Упомните Такого Холодного Мая Все Раскачался Климат Если Вологде Вообще Еще Лесем Нет Раскачался Дальше Некуда Но Это Не значит Что Надо Руки Отпускать Когда-то В Сибири Считалось Невозможно Вырастить Вспомните Время Мечорина Так Ну-ка Че тут Дальше Пишет Из Ваших Косточек Который Садил В середине Апреля Радует Обрекоз 11 Всходов Ой Вот Вот Эту Жардел Это Для Вас Я Мор 4 Всхода Ни Извишен Не одна Но Надежды Не теряю Почки Черенков Не просулись Ни на одной Прививке 45 Прививок Не одна Да Тепла То Не может И ждут Но Все равно Ведь не зима У вас Я вам показывал Снег Лежит А у меня Под бутылками Уже В сходе Ну Показывал Вот Полчаса Назад Или час Назад Показывал В фотографии Снег Лежит А под бутылками Уже Вот Ни одна Прививка Если копать Глубже Откуда Подбой Откуда Привой Испортим Настроение Я все хочу Чтобы у всех Все получалось Очень хочется Вырастить Шелковицу В садах России Продукт 200 Шелковицу Боюсь Что-либо У них Покупать Можете Все-таки Вырастить Для продажи Саженцев Это Честные Ягодки Я саженцев Выращивать Не буду Все Я Округляюсь Мне это уже Тяжело Мне завтра Ехать на операцию В Абакан Вот Сергей этим Заниматься Не будет Все И без этого У меня Это Проблем Много Я говорю Что ты не поливаешь А все равно Не купят Ну что это Такое А вот Насчет Садов России Продают Что там Два сорта Попросите У них Вот понимаете Там есть живые люди Там есть эти Телефоны Потом нам расскажете Я просто умоляю Пожалуйста У вас есть два сорта Шелковица Я хочу иметь Шелковицу Пожалуйста Покажите Взрослые деревья Взрослые Не из Италии Которые Замерзли В первую зиму Ваши Вот вас Прямо в Челябинске Покажите Дерево На котором Полный рост Дерево Ну естественно Кто-то вырастил Наверное Есть там Будущие садоводы Я знаю Одно время Там у Голубев Работало Сам Голубев Сам Вот Ну Пожалуйста Это самое Просто умоляю Дозвоните за ним Пусть живем Скажут Да Вот сейчас Пускай первое Да у нас есть В нашем саду Растет полносящий Шелковицу Второе Ну хоть один Этот самый Не из интернета Хоть одну фотографию Когда продают сады Обязательно с интернета Какую-нибудь эту Покажут Там вот такие вот Плоды Огромные Сделайте это Доброе дело Да на всех сделайте Вот то что здесь 35 человек Это элита Это понимаете От нас все Потом пойдет Вы почему Думаете 35 А не 3500 Да уже по той причине Что даже вот то что я рассказываю Никому уже интересно Не представлять Кто веру потерял А кто выживает И в недосадов Давайте Позвоните Узнайте Расскажите мне Пришлите мне письмо Какой ответ Можете записать его В виде Аудио Раз есть два сорта Шелковицы Представляете Что В Челябинске Объедаются Шелковицы Да Я не смеюсь Ну раз продают Так А от нас уже не ждите В этом году Посадил персик Покупал питомник И Брянская область Персик прижился Хотелось бы размножить Какой подвой Слива И абрикос Значит Весь вопрос Даже никакой Оба хороши Китайская слива Я говорю Только за что Купил За то продаю То есть Что сам испытал Китайские сливы Прекрасный подвой И абрикос Прекрасный подвой Сама китайская слива На пару градусов Уступает по морской кости Мажорского абрикоса Так Только лишь Но для Брянс Если вы в Брянске Живете Для вас разницы нет Или слива Или абрикос И плюс еще Волочная вишня Ну с ней еще К ней приучать надо А здесь получается С первого захода Вот я вам показывал Фотографию Сазу Чернобаева Это мои саженцы Это я привил Это я однолетку ему подарил А он вырастил И как видите С первой попытки Так То есть Разницы в этом На счет морозоточности Для Брянска Брянска Хотя повторяю Китайская слива На пару градусов Меньше морозоточность Чем малюрская абрикоса Примерно так Это мои наблюдения Теперь Какая-то На что ж вам-то Именно На сливу или на абрикос Брянская область Вспоминаем Я с север Я с юг Брянская область Скорее юг Чем север Вот И получается так Что где-то Я пока в целом Говорю В каких-то областях Есть Влажность Высокая Там надо привить На сливу Ну что Абрикос В качестве подвая Не сгнил Например В этой землянской область Вспомните Письмо Специалисту Выше Говорили Там у него получается Вопривание Корневой шейки Поэтому абрикос На абрикос Привать Нежелательно Правильно Говорит Ну Вспоминайте Хорошо бы исключить Крайности Там заглубление Корневой шейки Может быть И не так страшно Черт Но в принципе Он прав Тогда в землянской области Больше подходит Слива Если там Те же проблемы Как на Волге Откуда письмо А абрикос Все таки абрикос Поэтому Первый вариант Допустим Вы берете Не мелочитесь Достаете Подбой Как сливу Но Вы же Соломоростой Это вы Написали Нет То есть Сливу надо брать Из Сибири Или Из Дальнего Востока Марзостойки И абрикосы Надо А потом Берете Выращиваете Подбой Сливу Подбой Абрикос И приваете На сливу Вот И на всякий случай Еще и на абрикос Почему на абрикос Потому что Все таки У меня Самая Красивая Фотография Самая Настоящая С моего сада С самыми Большими Урожаями Были на абрикосе Но слива надежнее На абрикос Все Поехали дальше Добрый вечер Челябинск Пока идет вебинар Я спекся хлеб В магазин Можно не ходить На четвертый Отлично Что вы Хрят На четвертый год Зацвел сейс Абрикос И зависть Спасибо за вебинар Так Андрей Значит Это здорово Я вас поздравляю Что зацвел сейс Абрикос А на четвертый год Это значит Железов Не болтут Начиналось С чего Я не знаю Откуда они брали Эти У меня был случай Да Прошли много лет Ой Называть Нет Смоленска Я иногда думаю Этот человек Который Фактически Холторщик Называть Фамилию Не называть Я помню Фамилию Имя Отчество Все запомнил Так бывает Это он прислал Когда-то Меня с ним познакомили Очень уважаемые люди Что он Удающийся садовод Со Смоленского Сейчас Когда я смотрю Бекер Думаю Не он организовал Но у него в каталоге Было написано Абрикос Удерживает Минус 60 Этого достаточно было Чтобы понять Что он Из породы Мягко говоря Непорядочных людей Потому что Естественно Что Ему заказывали Даже с Якутией Он сам хвастался Даже с Якутией Абрикос Минус 60 60 Замет Не 40 60 Вот И вот однажды Он мне прислал Черенки Абрикоса Я его привил На третий этаж У меня были абрикосы Жутцы А Подвоев не было А королевские Уже росли Я решил привить Крону Третьим этажом Королевские И вот они Растут Растут Лист Вы знаете Что такое Настоящий абрикос Это жирный Большой лист Вот такой Это Любой новичок Сразу сказать А здесь Вот такие листики Привитые Заметьте Не искуски Вот такие листики Я 9 лет Ждал Первого Светения Королевский Светет Полуносит А он Я ждал 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 9 лет Вот А потом то я и понял А он все на ногу Ссылался Я все время думаю Откуда взялось Именно так Ну труды подписаны Там Доцент Кандидат Доктор Бывало по две фамилии И там написано Абрикоса 80 лет И действительно Оказывается Есть такое На 9 год Я его Эту ветку Уничтожил Ну здоровье На ветке Полдерева Занимало Ни разу не свела Я уже знал Что он вырастет Почему Лист вот такой То есть примерно В 10 раз меньше Нормального Уже понятно было Что Он вырастил Какой-то сенец И какой-то Этот самый Этот сенец Таряка шел От какой-то местной Жордыри И Все впихивал Как сажен Ну как культурный Саженец Понятно Да еще Минус 60 Вот И вот я с тех пор Запомнил Что мне на 9 год Я взял Уже этот Не топор А пилу Спилил Да Это было Значит оказывается Не врут Значит правда Может быть ждать Приритый На 9 год Ни разу не засвел Причем ни одна веточка Не замерзла Что ты будешь делать А тут вот посмотрите Внимательно На 4 год засвел Сенец абрикос А кто сейчас В России знает Что он на 4-5 год Ну крайне в случае На 6 И то потому что Он может быть Если раньше Где-то подмерз Мог бы и раньше Ну кто об этом знает Вот Спасибо за вебинар Вы знаете Выздоравливайте Удачные операции Мы смотрим Каждый вебинар Вы делаете огромное дело Мы говорим За знания Которые вы нам даете И не болейте Людмила Невзорова Алтай Не дождетесь Господи Как я мечтаю Умереть в саду Видите Это еще будет Не скоро Так Это что это Мы про что заговорили Давайте о хорошем Значит Закончился вебинар Так Следующий вебинар Ой Как же мне быть там Сейчас пойдут письма Уже пошли письма У кого завязались Плоды Я вас очень прошу Чтобы однажды Это надо всего несколько лет Вся страна покрылась Волочной вишней Вы видели Что это То дерево даст 500 Или там Тысячу косточек Вот это Первый урожай Пожалуйста Я умоляю вас Каждую косточку Каждую косточку Как это самое Я не знаю Кому я сейчас обращаюсь Но обращаюсь Да Ко всем обращаюсь Каждую косточку Берегите Весь ваш Каждый из вас Должен когда-то Запомнить мои слова Раз вы видите Что Это самое Такой вот Невзоров Ко мне так обращается Теперь я к вам обращаюсь Ответственность на всех Нас висит Нас 30 человек Ну пусть там 30 человек Кто просмотрит Эти вебинар Да Нас всего лишь В каждом регионе Должен появиться Человек Который Пойдет Первое дерево От плодоносил На нем 100 100 абрикосовых Плодов Это 100 косточек Понимаете А когда-то тысяча И все Мы можем За 5-10 лет Покрыть страну Плодами Полностью Мы Не они А мы с вами Мы с вами Понимаете друзья Это наше Какими судьбами Вас пришло Вы понимаете Пробовали Привлечь других На вебинар Антон Валерьевич Подтвердите Ну кто-то Сунулся в вебинар Посмотрел Сказал Да это не мое У меня сейчас Не до этого А кто-то Просто не поверит Что это все Реально Каждую косточку Берегите Из того Что вы получили Сибири Каждую Всем по соседям Как мой брат Вот он На экране Вот он Где-то там Сергей Железов Сергей Ой Господи Юрий Железов Вот он Кострома Да Вот Я не помню Недавно 34 года назад Ему косточки высыл Его сосед Уже в прошлом году Плоды ел С этих косточек Представляете На вас ответственность Не на мне Все Так После вот такого Эмоционального Окончания Антон Валерьевич Пришлите мне Пожалуйста Эту самую Ссылку Вот Вас прошу Еще загляните В каталог Семен Вот сюда Ниже Почему Потому что Это и есть Наша жизнь Вот Это не только Для того Чтобы мы С Антоном Заработали Это и вам надо Все До свидания Друзья До следующей Субботы 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 Субботы